Искусство стало еще ближе и доступнее. Картины теперь можно не только смотреть, но и трогать. В Химкинской галерее имени Сергея Николаевича Горшина появились тифлокартины. Это специальные полотна, которые позволяют слабовидящим людям насладиться живописью. Незрячий человек или с остаточным зрением подходит, слушает тифлокомментарии, это описание картины, и посредством своих рук, трогая картину, видит ее и может пережить те эмоции, которые переживают зрячие люди. Особенность тактильного полотна в том, что мазки на нем выпуклые. Это точная копия оригинала, но с более выраженными и объемными штрихами. Также рядом с обычным описанием есть текст, нанесенный шрифтом Брайля. Всего в галерее появилось шесть таких полотен. Изображения на них в разных жанрах. Это и натюрморты, и пейзажи, и портреты. По задумке администрации выставочного зала, тактильные копии картин сделают ко всем экземплярам, о которых на выставке рассказывает аудиогид. Музей – это живой организм. Он должен жить, дышать, получать эмоции, отдавать эмоции. Почему именно это направление? Потому что, конечно же, немножечко и совесть, и общечеловеческая какая-то потребность помочь тем людям, которые чего-то лишены. Для нас это просто музейные экспонаты, просто какое-то развитие. А для людей, у которых в жизни не хватает каких-то возможностей выйти в этот мир почаще, и тогда как-то хочется, это для них даже часть здоровья, их состояние, их долголетие, их развитие. Это большая часть жизни. На прошедшей неделе в галерее состоялось еще одно культурное событие. Любители живописи встретились на выставке, чтобы почтить память великого русского художника Ивана Ивановича Шишкина. Мероприятие приурочили к 180-летию непревзойденного мастера пейзажа. Шишкин нам известен в первую очередь по картине «Утро в сосновом лесу», где изображены замечательные четыре в общей сложности медведя. А известны они нам потому, что этот образ использован для конфеты «Мишка-косолапый». Примечательно, что это все произошло еще при жизни самого художника. Но картина в то время уже принадлежала коллекционеру-собирателю Павлу Третьякову. Так как Павел Третьяков был купцом, то есть, говоря современным языком бизнесменом, он продал это изображение конфетной фабрике. Конечно, Шишкин этому был только рад, потому что он был заинтересован в популяризации произведений искусства. Гости мероприятия полюбовались на картину Шишкина в лесу, которая находится в галерее в Подлиннике, а также выслушали биографический очерк и посмотрели документальный фильм о художнике.